У нас до скольки лекции? Пора заканчивать? До девяти? Девять заканчивается? Пол девятого заканчивается уже? А, заканчивается-ка? Девять. То есть, видите, любовь, если нет любви с природой, человек становится больным. С природой нужна вера, нужно ее не бояться, а с ней жить. Ходить по лесу не бояться, прыгать в воду, не бояться тела делать зарядку. Тогда человек становится здоровым. Для того, чтобы социально в обществе быть здоровым, быть счастливым, человек должен научиться любить людей в трех типах отношений и глубоко разобраться в этом. Надо понимать, как жена должна мужу делать замечания. Как подружка? Как близкий человек. Васенька, ну, не надо так себя вести. Зачем ты нажрался, как свинья? Вот, валяешься возле подъезда нашего. Описался. Ну, хорошо. И в этом случае он услышит, услышит. Он сразу такой, ну, прости, ну, так получилось. И так далее. Будет объяснять, почему так получилось. Он расскажет все. Но если она ему говорит, Васька, от других мужья, как лебедушки, у меня бедоносец. Помните, любовь и голуби. И все, он, Васька, он не может, как бы, или Петька там, Петька. Не может строить отношения, потому что так не договаривались, что ты будешь на меня орать. Не договаривались. Договаривались, потому что отношения равные. И это надо усвоить, понять. Или к жене, допустим, как муж должен к жене обращаться. Он не должен залазить на стол и кричать. Молчать, я сказал. Но она же не генерала себе выбирала. Она выбирала мужа. Поэтому он должен подойти к ней и сказать. Моя дорогая, это немножечко неправильно. Так сильно кричать, все время эмоции свои распускать. Посмотри, даже соседи все уже разбежались. Ну, то есть, как бы, по-доброму. По-доброму. Почему мы не можем по-доброму? Потому что боль выбивает нас из отношений. Когда больно от человека становится, надо уединиться, помолиться, успокоиться. И потом опять по-доброму. Но менять способ отношений нельзя. Старшим надо учиться быть с детьми. Старшим означает тоже добрым. Означает, кто имеет право быть старшим? Тот, кто позволяет младшим ошибаться. Вот, допустим, если ребенок ведет себя неправильно, не надо беспокоиться. Почему? Потому что он младший, он ошибается. Это нормально. В старшего надо верить. Давать ему возможность сделать замечание. Старший имеет право строго себя вести. Ты в это время становишься, как ребенок. Слушаешь, говоришь, да, спасибо, я все понял. Хотя, конечно, это неприятно, что делать замечание. Но ничего страшного. Так действует энергия любви. Но если вы чувствуете себя одиноким человеком, у вас нет мужа, нет наставника. Нет наставника в жизни вообще. Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация в жизни. Некому сказать, как жить правильно. Я говорю, а почему так? Наверное, нет таких людей у нас в Омске. Есть. А в чем же тогда проблема? А в том, что ты не принимаешь отношения со старшиной. Не пускаешь такой вид любви в свою жизнь. Не готова вести себя, как младшая. Все. В результате человек просто, он не знает, что делать. Ему некому подсказать. Он попадает в тяжелейшую ситуацию в жизни. И все, и тишина. Нет возможности выбраться из этой ситуации. Или, Олег Геннадьевич, меня дети не слушаются. Что хотят, то и вытворяют. А ты с ними как старшая себя вела? Ты была для них вот тем человеком, который вел себя по-доброму, как старший, терпел их недостатки, объяснял им мягко, что вот так не надо, применял разум. Нет. Я ругалась, кричалась, обижалась на детей. За что? За то, что они дети. То есть есть младшие, на них не надо обижаться. Представьте, я всю лекцию сейчас буду. Ну что, вы не понимаете, что ли, о чем я говорю? Шансов нет прочитать лекцию в таком настроении. Не будет результата никакого. Одиночество означает вот эта божественная энергия любви. Она не течет между нами и другими людьми. Раз не течет, значит, надо учиться этому, изучать. Это глубокая тема. Кто такие старшие, что такое дружба, равные отношения, кто такие младшие. Нужно иметь примеры в жизни, смотреть на людей, как они себя ведут, кто правильно ведет, перенимать это и постепенно входить вот в эту среду правильных отношений. Ваши вопросы? Не стесняйтесь. Как? Как? Еще раз. Помидоры. Что? Какие помидоры? В смысле? Как влияют на человека помидоры? Вы спросили, да? Вот кто? Поднимите руку, кто спросил. На вас влияют замечательно. Вам надо обязательно выращивать помидоры, есть помидоры и любить помидоры. Именно поэтому вы и спросили меня, потому что на вас они хорошо влияют. Есть три стадии расширения сознания. На первой стадии человек не может быть врачом. Первая стадия — это замечательный продукт, и он всем подходит. Это замечательная девушка, она всем может понравиться, но она моя. Это первая стадия расширения сознания по поводу чего-то, какого-то предмета. На этой стадии человек не может быть педагогом, врачом, потому что врач на этой стадии лечит всех то, что ему подходит. Всем одним и тем же кормит, но у всех все разное. Вторая стадия расширения сознания — это когда человек понимает, что есть разница во всем. Допустим, помидоры — это хороший продукт, но не для всех. На этой стадии можно уже лечить людей. Но если человек понимает, для кого помидоры хорошие, а для кого хорошие огурцы, тогда он становится выдающимся врачом. Потому что он не просто понимает, что ему нравится, или понимает, что это так же может не понравиться кому-то другому, что ему нравится, а он так же понимает, что другим нравится. Вот, например, хороший художник, он сразу рисует картину, которая понравится только другим, а не ему. И он становится выдающимся художником в этом случае. Когда он рисует то, что ему нравится, говорит, как вам? Они говорят, нормально. Хорошая картина. Но у меня почему-то не продается. Ну, потому что ты на первой стадии находишься. Ты рисуешь только то, что тебе нравится. А надо выйти на третью стадию, чтобы видеть то, что людям надо. И тогда ты сможешь стать популярным уже. Помидоры – хороший продукт для вас. Для вас. Как еще раз статус? Старший – это статус или возраст? Старший – это развитие личности. Это может быть и статус, и возраст. Но это всегда развитие личности. Бывают случаи, когда старшим становится ребенок. Я вам сейчас приведу пример. Был такой, выдающийся такая личность, такой человек. А, несколько примеров. Смотрите. Авиценна Ибн Сина. Семь лет. Победа в конкурсе чтецов Корана. Семь лет. Победитель конкурса чтецов Корана. Одиннадцать лет выучивает полностью всю современную медицину, вылечивает царя своего государства. Пятнадцать лет выучивает всю царскую библиотеку. Девятнадцать лет пишет самый главный выдающийся медицинский трактат, который после него восемьсот лет еще был основой медицины. Это Авиценна Ибн Сина. Теперь Шанкарачария в Индии пять лет принимает отречение. Девять лет становится духовным учителем. Четырнадцать лет становится основоположником духовной школы целой. Понимаете? Это все целое общество людей считало в четырнадцать лет этого человека выдающейся личностью и поклонялись ему как старшему. Старики, дети, там все кто угодно. И он доказывал каждую секунду своим поведением, что он старший. В возрасте четырнадцать лет. Поэтому возраст имеет значение, но прежде всего имеет значение знания у человека. Но если уж говорить о начальнике, то... Вам знакома такая ситуация, что человек, он ведет себя как начальник уже с детства. Маленький ребенок смотрит властный взгляд такой. Непреклонный совершенно. Такой он уже готов тебя осудить. Знакомый, да? Маленький ребенок. Откуда у него это взялось? Он еще не жил. Он был начальником прошлой жизни. Маленький ребенок — это тот же самый цветок. Нераспущенный цветок. Это тот же самый цветок, которым предстоит распуститься. И он будет обязательно розовым. И видно уже розовый цвет, еще даже когда он еще в бутоне. Понятно, да? То есть начальник, который еще не полностью распустил, человек стал начальником, но он командует, ходит над всеми, но видно, что незрелый человек. Ничего страшного. Надо его обучать, воспитывать. У него должен быть старший, который будет обучать его. И он станет зрелым начальником. Потому что этот цветок должен быть начальником. Возраст. Каждый человек с возрастом становится старшим. Каждый человек с возрастом становится старшим. Но если человек не развивается как личность, то с возрастом он в принципе должен быть старшим, но старшим не становится. Его надо уважать как старшего, но советоваться с ним не надо. То есть по факту старшим является тот, у кого более зрелый разум. Такой человек является старшим. Для всех. Поэтому существует духовное старшинство. Это самый высокий уровень старшинства. Духовно развитый человек, как душа. Существует нравственное старшинство. Если люди нравственно развитые, они старше нравственных вопросов для всех. И существует еще телесное старшинство. Или нет? Существует еще телесное старшинство. Я сейчас утверждение сделал. И спрашиваю вас, или нет? Существует. Это надо понять. Вот допустим, представьте себе, сюда заходит человек с оружием и устанавливает свое телесное превосходство. Допустим, он, уполномоченный государством стрелять в любую секунду. Допустим, он там, ну, спецназ какой-то, специальное подразделение, да, и тут какие-то вещи могут произойти, допустим, непонятные, да. И человек заходит с автоматом, допустим, да, сюда. И говорит, всем стоять или лежать, сидеть. Что надо делать в это время? Стоять, лежать и сидеть. Все, что скажут, то и надо делать. Почему? Потому что он является старшим в этой ситуации. Его уполномочили. Если люди говорят, а чего, кто такой? Пиф-паф. И человек лежит в результате. Почему? Потому что он не понял юмора. Не понял, что есть телесное старшинство еще. Человек может просто физически доказывать свою силу. Потому что он уполномочен это делать. Это он имеет право, даже если он юнец. Если ему это право дали от государства там и так далее. Или он сам себе может взять это право. Человек может взять оружие, выйти на улицу и сказать всем, стоять. В это время ты должен четко понять. Если ты можешь победить этого человека, тогда побеждаю. Если нет, подчиняйся. А если не подчинишься, можешь погибнуть. Почему погибает человек? Он когда погибает, думает, за что? Ответ такой. Не умеешь уважать тех, кто взял ответственность. Понимаете, вот когда военные действия идут, одни люди должны сражаться, а другие четко подчиняться тому, что делают и те, и другие. Вот эти завоевали, надо этим подчиняться, те завоевали тем. Иначе ты погибнешь просто. Да, да, да. Опять власть сменилась. Белый, красный, белый, красный. Да что ты будешь делать? Человек жив, потому что он подчиняется. Ну ладно, это такая тема. Да, ваш вопрос. Десять лет назад старший совершил нехороший поступок. Нам нужен микрофон в завтра хотя бы. Угу. Угу. Срадание, да. Затем был период, когда мы его прощали. Прощали этого человека. Я его прости. В тот период, когда мы его прощали, когда мы его прощали. Угу. Да. Угу. Потом пришли еще знания. Я поняла, что у меня вообще не было права обижаться на этот человек. И теперь мне тяжело обнимать, потому что я виновата. Виновата. Ну, вот смотрите, то есть вы сейчас рассказываете про объем работы. То есть есть такое понятие в психическом пространстве, объем работы. Если в физическом пространстве мы его понимаем, вот допустим, у меня кухня грязная. Я зашла после дня рождения и вышла. С кухни вышла. Почему? Потому что там такой кавардак. Знакомая, да, женщина, ситуация? Ну, я потом опять зашла и такая набралась силы духа и потихоньку раз, раз, раз и все вымыло. Ну, так не думаю, сколько еще мыть, а просто мою, там что-то делаю. И раз, и все, и чистая кухня уже. Тоже знакомая же ситуация, правда? Видите, с точки зрения материи грубой, для нас это понятно. А вот с точки зрения тонкой материи, это то же самое. Вот допустим, я не могу его сейчас обнять, потому что я поняла, что я поступила неправильно. Это объем работы. Кроме молитвенной практики, можете какие-то другие духовные практики совершать. Ваша цель наполнить себя той силой, которая очистит. Понимаете, если мы очищаем отношения с материей своими руками, моем ее, скребем, трем, то с точки зрения тонкого пространства или психического пространства, оно очищается не с помощью моих слов, бесед и отношений непосредственно с этой личностью. Оно очищается с помощью высшей силы. То есть я обращаюсь к этой высшей силе, служу ей и пытаюсь этой силой, а не своей, исправить ситуацию. Сейчас объясню почему. Потому что там в пространстве сердца, не в сердце, вам же в сердце тяжело, да? В пространстве сердца и вот здесь, где судьба человека находится, там если я справляюсь с чем-то, допустим, то это происходит автоматически. Вот если вы говорите, я уже достигла того, что... Вы садитесь. Вы говорите, я достигла того, что я смогла его уже обнимать, я простила его. Это означает, что вы свой объем работы сделали на тот этап вашего познания мира. А когда познание углубляется, у человека ответственность перед своей судьбой тоже увеличивается. И объем работы тоже возрастает. То есть другими словами, у вас объем работы сейчас возрос, и вы говорите, а что мне делать? А делать надо следующее. Нужно сосредоточиться на вашей вере, то есть ваших отношениях с Богом. Мысленно кланяться Богу и вспоминать просто во время этой практики, вспоминать вашего отца или кто там старший. Я правильно сказал? Хотя вы не говорили. Ну то есть я почувствовал, сказал, извините. Ну то есть надо просто, вот вы думаете о Боге, молитесь и просто вспоминаете того, с кем у вас трудности в отношении. Но в этом вспоминании есть одна важная деталь. Вы имеете право его вспоминать во время молитвы, когда ваша молитва в отношении с Богом приобрели этап радости, вдохновения и силы. Вы радостно думаете о Боге, мысленно служите радостно Ему. И в это время, то есть вы наполняетесь этой силой духовной, и тогда вы можете в свою память пустить своего отца. И в этот момент вы начнете чувствовать, что постепенно, если вы так действуете, ваше чувство к нему превратится в спокойное со временем. Это первый этап победы над судьбой. Второй этап. Вы в молитве можете не просто его вспоминать, а вспоминать, как вы с ним контактируете, общаетесь. И сначала это будет трудно, а потом постепенно вы почувствуете, что вы можете с ним общаться нормально. И на следующем этапе вы уже сможете даже общаться с ним нормально. И только на третьем этапе вы будете вспоминать о том, что он сделал и как он живет. И на этом этапе у вас все срастется с сердцем, и тогда вы его примете совсем полностью. Или себя по отношению к нему, как вы говорите сейчас, я испытываю совесть. Это тоже третий этап. Понимаете, другими словами вы говорите, Олег Геннадьевич, а кроме молитвы, есть ли какой-то другой способ? Хорошо, другой способ рассказываю. Вы обходите храм по часовой стрелке. Думайте о том, что так люди служат Богу иногда, обходя храм. И обходя храм, вы чувствуете вдохновение. Когда вы почувствовали вдохновение, вы вспоминаете своего отца. Постепенно успокаиваетесь в этом вспоминании. И вы скажете, Олег Геннадьевич, хочу другой способ еще. Мне этот тоже. Хорошо, вы стоите на духовной службе и поете просто вместе с церковным хором. В тот момент, когда возникает вдохновение, вспоминает своего отца. Но есть только одно условие. Если во время этого вспоминания, ваше воспоминание затмило все, что вы сейчас делаете, это значит, что вам вспоминать рано. Вам нужно вообще ни о чем не вспоминать, просто заниматься этой деятельностью духовной до тех пор, пока вы в ней не станете крепкой и почувствуете сильное вдохновение. И тогда память о своей судьбе вы можете пускать в эту деятельность. И эта память означает связь, контакт с реальной личностью. И реальные изменения отношений в это время происходят. Вот что надо знать каждому из нас. Вот что надо знать. Мы же этого всего не знаем, мы думаем, это все мои фантазии. Поэтому вы говорите, Олег Геннадьевич, скажите что-нибудь практическое надо делать с отцом, чтобы отношения изменились. А практическое вот здесь делать что-либо опасно. Потому что любой контакт с ним приведет к еще большей боли. И эта боль потом будет нарастать все сильнее, как снежный ком. Поэтому все ситуации, связанные с нашим сердцем, сначала мы решаем внутри, а потом пытаемся решать снаружи. Так человек должен вообще в жизни себя вести. Например, ребенок получил двойку. Вы хотите наказать его, помучить за то, что он вас помучил? Ну хорошо, это вы как ребенок тоже себя ведете в это время. Если вам хочется над ним поиздеваться, ну поиздевайтесь, такое бывает. Но если вы хотите, чтобы он двойки не получал, тогда другое поведение. Нужно в молитве успокоиться сначала и принять, что мой ребенок получает двойки. Во время этого принятия вы поймете, почему он получает. И чудо заключается в том, что люди в основном думают, что они знают, почему он получает. Сразу. Но это ошибочное. Можно узнать только, когда ты успокоишься. Когда она успокаивается, женщина, она начинает понимать. Мой ребенок сейчас болен. Или у него тяжелый период в жизни, он не может нормально учиться. Или это не его предмет вообще, чтобы ему там пятерки получать. И нечего беспокоиться по этому поводу. Или преподаватель плохой, и поэтому он не может пятерки получать, не вдохновляет преподаватель. То есть человек получает истинное знание, что произошло, а не просто свое эмоциональное знание. И дальше она устанавливает, какой контакт с ребенком. Она говорит, Васенька, мы опять с тобой получили двойку. То есть она не ему говорит, а мы с тобой получили двойку. Как ты думаешь, почему? И если ребенок не боится вас, он вас принимает как старшего, он скажет, мама. Он скажет правду, как он думает. Мама, я двойку. Или обманет вас. Не важно. Важно то, что начинаются отношения. Допустим, он обманул. Вы говорите, Васенька, ну скажи все-таки правду. Ну вот почему? Может быть тебе тяжело. Может быть ты устал. Он почему обманул? Потому что боится. А вы дайте ему понять, что вы не враг для него. И он скажет, на светку я смотрел весь урок. Влюбился, значит, ничего страшного. Такое тоже бывает. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что без молитвы, без отношений с Богом человек не может набраться нужной силы для того, чтобы жить нормально, правильно. Мы в своей жизни всегда, испытывая боль от своей жизни, начинаем делать глупости. Чтобы эта боль прошла, нужна контакт с силой, которая успокаивает боль, снимает. Боль означает нехватка энергии сердца. Нужно его наполнить. Поэтому сейчас у нас будет тренинг. Мы будем с вами сейчас повторять. Я желаю всем счастья под духовную музыку. Чтобы меня по закону сейчас ни в чем не обвинили. Что я кого-то куда-то маню. Это статья уже сейчас у нас. Поэтому я выбираю духовную музыку не своей духовной традиции. За сто процентов, что я никого никуда не маню. Меня обвинять не в чем тогда. Сто процентов. Вот мы с вами сейчас будем слушать просто хор. Духовный хор. И мысленно... Это может не обязательно ваша традиция будет. Надо мысленно кланяться в святости, в своей традиции духовной, уже в своей. Слушать общий хор. И повторять я желаю всем счастья. Повторять в таком настроении желание служить, отдавать что-то людям. И когда мы вот слушаем хор, кланяемся своей святыне, в это время постепенно мы наполняемся силой, которая дает нам возможность жить. Человек не наполненный не может быть счастливым, достаточным, самодостаточным. Можно наполниться природой, можно наполниться любви, можно наполниться Богом. Когда человек наполняется природой, получает здоровье. Когда наполняется людьми, он получает счастливую жизнь. Когда человек наполняется Богом, он получает возможность побеждать судьбу. Мы сейчас для этого будем этим заниматься, пытаться побеждать свою судьбу. Ну что, какую молитву убираем? А? Православную. В основном все православные, поэтому выбираем православную. У меня есть разную, у меня есть еврейская, например. А? Православная. Кто? Конечно. Я был недавно в Израиле, и чтобы понять, как они верят в Бога, евреи, я пришел в эту стену плача, которую очень сильно, очень вдохновился. Я потом начал просить у них, вот это их молитвы, они говорят, у нас нельзя давать, у нас все секретное. А потом мне один слушатель моей лекции, он оказался тоже, это индуистская традиция, он взял мне и дал. Говорит, вам можно, Олег Геннадьевич? Я теперь всем по секрету включаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.